Всем привет, ребята! Всем хорошего дня, хорошего настроения, несмотря на то, что сегодня уже 11 часов вечера доходит. Сегодня 29 декабря. Два дня до Нового года. Два дня. Я достала гирлянду, повесила, и три мишуры развесила по квартире. Но немного создалось настроение у нас новогоднее. А, еще я купила икру, красную икру, две баночки. Я купила три, одну мы открыли, сейчас бутерброды ели с икрой. И она не настоящая, она сублимированная, или как там правильно называется, в общем, она переработана из первого сорта, высшего сорта икры во второй сорт. По традиции же Новый год, хочется себя побаловать икоркой красной, хотя бы 31 декабря. Зашла на Авито, хотела на Авито купить, а там они продают под видом настоящей, ту же сублимированную, вот эту икру. Я только вот сейчас узнала, что она такая есть, и что это такое. Потом, думаю, может взять натуральную. Натуральная стоит 2 500-3 тысячи за 500 грамм. А потом думаю, ну приеду, я попробую даже эту натуральную икру. Я ведь не отличу. Даже если они накидают туда сублимированной, и преподнесут под натуральной, я просто заплачу дороже. Ну и поехала в спарк, купила три банки икры, по 169 рублей, там сейчас как раз акция. На бутерброды самый итог. Вообще, хотела с вами поделиться последними новостями. В предыдущих видео я вам рассказывала, что у нас отправились последние, крайние в этом году, три палеты. Две палеты на Вайлдберрис и одна на Озон. На Озон мы делаем сейчас первую поставку. Сделали. Слава Богу, она прошла успешно, и деловые линии успешно ее довезли. Там все приняли. Приняли гораздо быстрее, чем на Вайлдберрисе. Буквально вот прям идет, там прям статус меняется, согласована поставка, потом идет поступление на склад, как-то так, и потом в личном кабинете появляется акт, акт приемки, где просто все отображается один в один. Сколько отправили, столько и пришло. На Вайлдберрисе такая редкость, прям последнее время расходится количество отправленное и количество принятое. Обычно расхождение в 5, в 7, в 10 единиц. Здесь же на Озоне все в один в один очень быстро все прошла приемка. Присылают этот акт, акт мы принимаем, и все, ваш товар выходит на Озон. Сейчас дело за изучением поднятия карточки, потому что она довольно-таки далеко. Заказов два дня, два дня как прошла поставка, заказов пока еще нет. Но и по выдаче там в личном кабинете вы можете смотреть, на каком она месте и она пока далековато. Но вот мы сегодня вступили в акцию. Не знаю, завтра буду проверять. Посмотрим, насколько она поднимется. И посмотрим на результаты, вообще как активно, неактивно будут идти на Озоне продажи. Сколько бы недопониманий у нас не было с деловыми линиями, все равно в следующие палеты мы будем отправлять ими же. Хотела поделиться с вами опытом взаимодействия. Опять же, очень часто мы с ними общаемся с деловыми линиями. Как прошла это у нас поставка очередная, три палеты. Когда у нас были перепутаны накладные, то, что должно было ехать на Озон, у нас стояло на Вайлдберрис, как будто это едет, а то, что на Вайлдберрис стояло, как будто это едет на Озон. Мы созвонились с менеджером, нам якобы все поменяли, но нам не якобы, нам все поменяли в кабинете. А когда они начали присылать данные, данные присылались по старым накладным. То есть, у нас поставка на Озон запланирована, а нам присылают данные и пишут, вот данные должны быть оформлены на Вайлдберрисе до такого-то времени, в общем, про Вайлдберрис, хотя это должны быть Озоновские данные. Вот так вот у нас раза три было, три раза где-то я все это переносила, Озон, Вайлдберрис, в итоге на 27, да, 27 у нас была поставка на Озон, и это был крайний день, когда я могла уже ее перенести в этом году. Следующий раз у меня только показывалось на 3 января, а 3 января деловые линии никто бы там не повез. И все, и вот у нас этот крайний день остался, и в этот крайний день они увезли, они увезли на Озон, и они увезли на Вайлдберрис, прислали данные, данные они прислали наоборот, ехать нужно на Озон, присылают данные на Вайлдберрис, но я уже психанула, я вбила эти данные на Озон, потому что у меня должна она ехать на Озон, и все как-то так срослось и получилось, и то, что все уехало туда, куда надо. Первый раз, когда менеджер позвонила, и по лето даже готова было ехать раньше срока, мы согласовали поставку, менеджер сказал, что вечером пришлет данные, ожидайте, я перенесла поставку с 25 на 24, данных не было, потом опять перенесла с 24 на 25, потом прислали не те данные, с 25, я перенесла на 26. По итогу, конечно же, все закончилось хорошо, все доехало туда, куда надо, но это самое главное, сейчас уже, знаете, когда нервишки поутихли, вот это все, и вроде как опять следующую поставку мы планируем отправлять деловыми линиями, хотя уже я начала смотреть Байкал сервис, но это ведь надо новый договор заключать, созваниваться, здесь мы вроде как уже созваниваемся, хотя каждый раз новый менеджер, каждый раз этому менеджеру нужно объяснять в вашу ситуацию, но как будто бы ты уже по голосам начинаешь их немного даже различать, и они тебя уже знают. И еще я вам рассказывала про письмо, которое прислали деловые линии, что якобы 30% наших поставок оформляется неверно, мы спрашивали у менеджера, нам так и не пояснили, что именно мы оформляем неверно, и я писала ответ на это письмо, которое пришло на электронную почту, чтобы нам рассказали, что именно мы делаем неправильно, чтобы мы устранили эти неполадки все. Ответа тоже так и не было. Ну и пока мы не знаем, что устранять, чтобы деловые линии не ругались на нас, что мы неправильно оформляем поставки, и что якобы они у нас уберут какую-то скидку, но скидку мы пока не ощущали ни разу. Ну и по традиции, ребята, сейчас куда не зайдешь, пришел дружочек мой, куда не зайдешь, сейчас везде подводят итоги года, кто чего достиг, кто чего... Ай, баксик! Все подводят итоги, кто чего добился, кто чего достиг, кто чего, какие цели там ставит. Я не хочу никаких итогов подводить, я хочу просто поделиться с вами своим личным опытом, те, кто смотрит меня давно, те, кто знает эту мою историю с Вайлдберрис. Короче, показываю вам свой личный кабинет от первой поставки, которая была у меня в мае, в начале мая, до сегодняшнего дня. Какие обороты, насколько было заказано, сколько было выкуплено, самое-самое сокровенное, сейчас вам покажу. Так сейчас выглядит кабинет Вайлдберрис, они на днях поменяли свой интерфейс и сделали его схожим с Азоном. У Азона личный кабинет похожий. Здесь вы можете видеть, что заказы всего две штуки за сегодня, выкупы пять штук, они упали за последние несколько дней, ну, потому что уже 30 число на носу, все уже готовятся к Новому году и выкупают свои заказанные товары. Так, аналитика. Аналитика, открываем сводный по поставщику, где вы сейчас увидите все цифры, все заказы, все суммы, все явки, пароли. Получается, вот он май, вот он май. Это я уже где-то в одном из видео показывала, вот эти первые свои месяцы. Первая поставка пробная, здесь я немного допоставила, вот они пошли, пошел маленький рост, в июле уже стало чуть более интереснее, август, август был таким насыщенным перед первым сентября, здесь так себе, ноябрь уже тоже такой интересный и декабрь, конечно, превзошел мои ожидания, заказы пошли очень хорошо, еще плюс бантики вот эти мои стали пользоваться спросом, которые кончались и упущенная выручка, кстати, мне сейчас показывает 18 что ли тысяч, это, конечно, прям ножом по сердцу, ну, это мои шишки, мой опыт, в следующем году я уже буду знать и вы тоже можете ориентироваться, что август такой прям активный, ноябрь, декабрь, самые такие месяцы, где было больше всего заказов, так, заказов-то заказов, надо же это еще выкупить все дело, вот здесь вы можете видеть процент выкупа 70% и 62 70%, в среднем у меня процент выкупа и что здесь мы еще можем наблюдать, а вот здесь вы видите и того, это сумма, которая была перечислена уже непосредственно на мой расчетный счет, стоимость хранения, стоимость логистики, вы можете посмотреть, как она начиналась и как она росла и как она выросла в декабре, просто на 12 с половиной тысяч в декабре я отдала за логистику, 42 557 в декабре я заработала, с этой суммы 42 557 я еще должна заплатить налог на самозанятость, даже не с этой суммы, я вот вам сюда, так, вот сюда вот я вам вот сюда вот я вам сейчас прикреплю фотографию, это доход в личном моем кабинете в мой налог, то есть в личном кабинете мой налог отображается сумма с комиссией Вайлберис общая сейчас я вот этому коту надаю по одному месту посмотрите что творит сейчас он муку у меня уронит вот такие вот цифры есть еще к чему стремиться это я считаю таким пробным годом скажу вам словами Пивоварова выводы вы можете делать сами я выводы конечно свои сделала по месяцам я уже на следующий год буду знать где что и когда увеличиваются продажи когда увеличиваются заказы надо быть к этому готовым и чтобы упущенная выручка была прям вот по минимуму а лучше чтобы и вообще не было ну а вам спасибо за просмотр спасибо что смотрите подписывайтесь комментируете всем хорошего настроения хорошего дня всех с наступающим пару дней и будем отмечать новый год будем ставить как это не банально звучит новые планы новые задумки новые идеи воплощать их в жизнь и да всегда есть чему стремиться так что всем хорошего настроения и до скорых встреч баксик а баксик у тебя все хорошо там грызет волосы вот взял моду и downtrodes пока а а баксик а а ф Buildo help да а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok